Всем привет, с вами Эш Кинг. Давно хотел затронуть тему путешествий во времени, а в первую очередь путешествий в прошлое. Ролик называется «Как работают путешествия во времени на самом деле», но само собой это просто единственное удачное название, максимально верно передающее смысл того, о чем я буду рассказывать, но при этом, конечно же, не нужно воспринимать его совсем буквально. Я не путешествовал во времени и не могу быть уверенным полностью в том, как на самом деле работали бы путешествия в прошлое, создавали бы они какие-то парадоксы или же нет. Собственно, как и никто не путешествовал в прошлое и неизвестно, возможно ли, когда-нибудь будет их осуществить. Некоторые люди, которые любят возводить в абсолют любые услышанные где-то фразы, иногда говорят, мол, с точки зрения физики реального мира, путешествовать во времени можно только в будущее, а в прошлое никак. Ну, то, что в будущее отправиться гораздо легче и в теории при запасе колоссальных объемов энергии уже известно, как это провернуть, это факт. Однако путешествия в прошлое физики в свое время так и не смогли опровергнуть. То есть они специально пытались найти законы, однозначно запрещающие откат назад во времени, но ничего конкретного не обнаружили. Но в любом случае это не так важно, ведь мы в этом ролике будем рассматривать абстракцию, в которой машина времени уже создана, работает и отправляет в прошлое. То есть в условиях вымышленных произведений машины времени ведь уже существуют, играют роль в сюжете. Но поскольку все известные нам произведения написаны людьми, живущими в нашем конкретном мире, который подчиняется конкретным законам логики, то и в произведениях, даже если там присутствует некая магия, все равно в целом прослеживается логика, схожая с нашим миром. То есть банальные причинно-следственные связи никто не отменял. Так вот, часто фильмы, игры, книги про путешествия во времени изобилуют логическими ошибками, не вписывающимися даже во внутреннюю логику произведения. Когда это комедия по типу «Назад в будущее», то тут все понятно, это простительно. Но когда это серьезная научная фантастика, тут зависит от реализации, конечно, но совсем грубые ляпы так или иначе режут глаз, особенно если ты потом уже серьезно вдумываешься в сюжет. Ну и вот, есть очень популярная, но при этом очень неправдоподобная концепция для путешествий в прошлое, единая временная линия. То есть, если, например, ты отправишься в прошлое до своего рождения и убьешь своих родителей, то ты мгновенно исчезнешь, так как, получается, тебя никогда не рождалось. И также есть, на мой взгляд, максимально правдоподобная концепция, что при каждом перемещении в прошлое для путешественника создается альтернативная вселенная, полная ее копия в выбранный промежуток времени, но уже никак не связанная с предыдущей. То есть, что бы путешественник там ни творил, на его родную вселенную это никак влиять не будет. Иногда эту концепцию так или иначе реализовывают в произведениях, но, как и во всех остальных случаях, часто и в ней делают ошибки, не до конца ее понимая. Например, эту концепцию выбрали в фильме «Мстители. Финал». И даже вкратце ее объясняли, правда, очень коротко и криво. И до конца фильма все шло более-менее хорошо, но в конце они взяли, да и налажали с Кэпом, который отправился в прошлое, но через мгновение оказался стариком, сидящим рядом на лавочке. Хотя это невозможно с точки зрения выбранной сценаристами концепции. Ведь отправившись в прошлое, он прожил бы до старости в другом будущем, которое с вселенной, откуда он отправился в прошлое, никак не связано. Если что, можете не пытаться никак оправдать этот казус, так как режиссеры фильма после вопроса фанатов об этом сами признались, что налажали в этом моменте. Так вот, в этом ролике я подробно расскажу, почему при путешествии в прошлое по логике вещей должна образовываться именно альтернативная вселенная и почему она не может быть связана с твоей родной вселенной. Я прекрасно осведомлен, что некоторым людям очень тяжело даются рассуждения о путешествиях во времени, о параллельных вселенных и всем таком, даже если их эта тема интересует. Поэтому я сделал анимации под некоторые моменты моего рассказа, чтобы больше людей правильно поняли тот или иной пример или тезис. Так что, когда после рекламы начнется рассказ, советую не только внимательно слушать, но и смотреть на экран. Итак, после рекламы мы начнем. World of Warcraft оказал огромное влияние на игровую индустрию и современный облик почти всех последующих онлайн-игр. Старичок в этом году отметил 15 лет, и этой осенью обзаведется новым восьмым дополнением – Shadowlands. Мне удалось получить доступ на закрытый бета-тест и опробовать его в числе самых первых, и... Мне понравилось. Близе однозначно сделали работу над ошибками после битвы за Азерот. В этот раз придется отправиться в загробный мир, и... Блин, наконец-то квесты и весь окружающий мир стал взрослее и серьезнее. Вся эта тема с потусторонним и концепцией смерти смотрится интереснее. Игрокам доступны шесть новых локаций. Новая нейтральная столица Орибос, Бастион – место, куда попадают благородные души, Арденвельд – для всех существ, кто тесно связан с природой, Малдраксус – последнее предстанище воинов, поле бесконечных сражений и некромантии, Ривендред – место раскаяния и искупления грехов, и, наконец, Утроба – место заточения самых гнусных и злобных духов. И в четырех из них есть свои секты-ковенанты с уникальными способностями и визуальной стилистикой. Да и для любителей хардкора кое-что завезли. Башня Торгаст – она не только усложняется с каждым новым уровнем, но и постоянно меняется, а проходить ее можно бесконечное число раз, и каждый раз будет уникальным. Ну и еще над старичком поколдовали в плане визуала, не только прикрутив всякие там лучи и дополнительные графические элементы, но и улучшили кастомизацию персонажей, подогнав под современные реалии. Даже друидам теперь можно выбирать форму. Ну и, наконец-то, сплющили не только характеристики, но и уровни, а это значит никаких больше 120 левелапов. 60 уровней выглядят не только эстетичнее, но и позволяют лучше чувствовать персонажа, получая новую способность на каждом уровне. Теперь при каждой прокачке можно выбрать, в каком андоне хотите прокачаться до актуального дополнения, больше никаких утомительных забегов через нелюбимые локации. Новичкам же тоже станет проще вникнуть во все механики, особенности игры из-за переработанной стартовой цепочки. И не забывайте, что игра полностью на русском языке, что, несомненно, будет плюсом для многих игроков. Такой души, как ты, я еще не видела. Так что, если всегда хотели, но боялись, или когда-то играли, но бросили, Shadowlands – отличный шанс, чтобы ворваться в игру. Ссылка на предзаказ в описании. Итак, почему же при каждом перемещении в прошлое должна образовываться новая альтернативная вселенная, в которую попадает путешественник во времени, и которая является в тот момент полной копией оригинальной вселенной, из которой он отправился, но, тем не менее, эта новая вселенная по факту другая вселенная, никак не связанная с той изначальной, откуда он прибыл. А вот это вытекает из мысленного эксперимента, который под силу провести каждому из вас. Но прежде чем перейти к нему самому, я должен вас подготовить, рассказав о так называемом «эффекте бабочки», который поможет в понимании процессов, о которых будет идти речь. «Эффект бабочки» – это не только одноименный фильм, это название явления, которое вытекает из причинно-следственных связей, законов логики, которым подчиняется наша вселенная. В общем, по «эффекту бабочки» абсолютно любое действие в нашем мире, исполнителем которого можем быть мы – люди, животные, химические и физические процессы в атмосфере планеты или космическом пространстве, в общем, любые действия неизбежно влекут за собой цепную реакцию из триллионов, следующих за ними изменений, формирующих именно то положение вещей в мире, которое мы наблюдаем непрерывно. Приведу простой пример. Сегодня вы, как обычно, проснулись, почистили зубы, посмотрели интересный ролик на ютубе, после чего оделись и поехали на учебу или работу. Однако, не дойдя до места назначения, вас насмерть сбивает машина, резко вылетевшая на огромной скорости из-за поворота. Таким образом, косвенно в вашей смерти был виновен ролик с ютуба, который вы задержались посмотреть, ведь отложив его просмотр на потом, вы бы прошли то место, где вас сбила машина на несколько минут раньше, когда ее там еще не было, и ничего бы этого не произошло. Естественно, ни с юридической, ни с моральной точки зрения, ни автор, выложивший этот интересный видеоролик, ни алгоритмы ютуба, которые предложили вам этот ролик, тоже составленные людьми, никоим образом не виноваты в случившемся, но по сути, косвенно, даже такие вещи, вот таким образом, могут влиять на события в мире. Причем, на вашей смерти ведь дело не заканчивается, за ней следуют триллионы других изменений, которые способны кардинально поменять будущее всего человечества. Например, после того, как вас сбила машина, к месту происшествия выезжает группа медиков, а в этот же момент, где-то в городе, какого-то ребенка схватил приступ астмы, о которой его родители не знали, и, как назло, в тот момент, свободных машин скорой помощи не оказалось, последнюю отправили на место вашей гибели. Поэтому, в тот день, медики не успевают доехать вовремя до больного ребенка, и он задыхается от астмы насмерть. В свою очередь, если бы этот ребенок выжил, то он стал бы президентом, великим медиком, знаменитым преступником. Тут, на самом деле, громкие примеры даже не нужны. Как бы ни складывалась жизнь этого ребенка, на протяжении каждого дня своей жизни, он бы точно так же, по эффекту бабочки, менял мир любым своим действием. Общался бы с родителями, друзьями, кого-то из них мотивировал на что-то, и те меняли бы свою жизнь и жизнь других людей. Кого-то бы обижал, и это бы откладывало отпечаток на психике тех людей, а они, в свою очередь, уже из-за этого совершали бы какие-то свои поступки, также подцепной реакции, меняющие весь остальной мир. А все, казалось бы, произошло из-за ролика на ютубе. Не существуя его, или не прилетел он в ваши рекомендации, в тот день вы были бы живы, того ребенка с астмой вы спасли, и весь мир с течением времени представлял бы из себя совершенно другую картину, нежели в той вселенной, где уже случилась ваша смерть от машины. И это я привел лишь самые поверхностные примеры изменений. Если в это углубляться, то никаких запасов бумаги в мире не хватит, чтобы привести весь список гипотетических изменений, которые влекут любые действия или бездействия отдельно взяток людей или эффектов природы. Надеюсь, с эффектом бабочки более-менее разобрались, и теперь я могу переходить к объяснению внезапно возникающей альтернативной вселенной при перемещении в прошлое. Начнем доказательства, так сказать, от противного. Представим для начала в мысленном эксперименте, что никакая параллельная вселенная при путешествии в прошлое не создается, и времена и линия у нас единая. Вот вы живете в мире, где построили машину времени. Сам вы не путешественник во времени. Путешественник вот этот парень. Он садится в устройство, как бы оно ни выглядело, устанавливает время, на которое хочет переместиться в прошлое, скажем, на 200 лет назад, ну и отправляется туда, исчезнув из пространства вашего настоящего времени. То есть все, его здесь больше нет, и вы его никак не отыщите в этом времени, ведь он сейчас гуляет в прошлом этого мира. И вот там, в прошлом, он, естественно, чем-то занимается. Но опять же, для простоты примера, возьмем заданность, что он поубивал в прошлом каких-то людей. Даже не ваших родителей, не предков ваших родителей, а какие-то другие семьи. И вот представьте картину. В вашем настоящем времени вы такие прогуливаетесь по улицам своего города. В этот момент времени, в прошлом, да, звучит бредово, но в этом и суть примера, тот путешественник во времени только что убил человека, потомок которого должен был стать архитектором, спроектировавшим дома, которыми заставлена улица, по которой вы идете. И по такой логике получается, прямо перед вами у вас на глазах должны исчезнуть эти дома, и на их месте возникнуть совершенно другие дома, спроектированные уже другим архитектором, или вообще что-то совершенно иное, возникшее в условиях новой реальности, порожденной тем убийством в прошлом. Звучит как неправдоподобный сценарий событий, правда? Вряд ли вселенная будет так работать, на ваших глазах менять одни объекты на совершенно другие. Но это еще только верхушка айсберга. Дело в том, что если события в прошлом уже привели, а они неизбежно приведут к подобным масштабным изменениям, то вы сами уже не можете прогуливаться сейчас в этот момент по этой улице. Да, ведь то, что в любой день вашей жизни вы оказываетесь гуляющим на улице именно в том месте и в том времени, в котором это происходит, это результат последовательных событий на протяжении всей вашей жизни, которые в итоге вылились в прогулку в тот день, или в сидение дома в тот день, и так далее. И если бы из-за путешественников во времени изменения в прошлом отражались бы на событиях будущего в силу единой временной линии, то вы бы родились уже не в том мире, каким его знаете сейчас. Магазины, рестораны, форма домов, сами люди в вашем городе. Многое из этого было бы другими, находилось бы в других местах. Ведь из-за той смерти или смертей в прошлом изменения могли вылиться в то, что спустя 200 лет совершенно другие люди были бы у власти в городе, совершенно другие люди предоставляли бы аренду земли застройщикам домов, ресторанов, заведений, уже на своих условиях, и так далее, и тому подобное. Поэтому облик города был бы совершенно иным. Соответственно, у вас в детстве были бы другие друзья, другие привычки, другие любимые места прогулок, другой образ жизни, все другое. Так что к тому моменту жизни, как вы гуляете по той улице с исчезающими вокруг домами, вы просто никак не оказались бы в той ситуации. Дома не должны были бы внезапно меняться у вас на глазах. Вы бы гуляли в другом месте пространства, вокруг вас был бы совсем другой, либо немного другой облик города, и в голове бы у вас были совершенно другие мысли, другая память и другое мировоззрение. Так как прошлое изменили, а вместе с ним изменилась и вся ваша личность, которая знает лишь эту, новую реальность. То есть представьте, что вы сейчас смотрите этот ролик, и вы полностью здоровы. Путешественник во времени в этот момент совершил в прошлом какие-то изменения, которые так или иначе в процессе жизни привели вас к инвалидности, и вследствие этого вы внезапно сейчас оказываетесь в совершенно другой локации в инвалидном кресле. Причем вы даже не осознаете, что несколько секунд назад были здоровыми, а внезапно оказались инвалидом. Ведь вы окажетесь в том состоянии реальности, где у вас есть память только о той жизни, где вы стали инвалидом, а этой реальности, где вы здоровы и сейчас смотрите мой ролик, как будто просто никогда не существовало. Согласитесь, что здесь снова вскрываются неувязки, связанные с нашим сознанием. Но вряд ли события должны происходить именно так, если мы уже существуем в определенной реальности, осознавая мир вокруг себя определенным образом, имея определенную память и тому подобное. Но и это еще не все, ребята. Если путешественник во времени натворил дел в мире до вашего рождения, то высока вероятность, что вас сейчас просто не существует. Тут сразу на ум приходит осточертевший парадокс дедушки, что если кого-то из ваших прямых предков убьют, то, соответственно, и вы не родитесь. Но прикол в том, что такие радикальные меры даже не нужны. Рождение абсолютно каждого из нас в том виде, в котором мы существуем, абсолютная случайность, которая была возможна исключительно в ту секунду, когда ваш отец оплодотворил вашу мать. Сейчас попробую объяснить максимально элегантно, на случай, если смотрят маленькие дети или люди, которые на дух не переносят фульгарных терминов или в принципе подобных тем. Когда мужчина оплодотворяет женщину, то ее яйцеклетки достигает лишь один из миллионов сперматолога сперматозоидов, содержащихся в мужской сперме, из которого и формируетесь вы. Но каждый из этих сперматозоидов немного разный. Оттого братья и сестры одних родителей отличаются друг от друга внешне, по характеру, способностям и так далее. Даже близнецы имеют отличия и в росте, и в мелких деталях лица, и в характерах. Таким образом, если бы ваши родители занялись сексом в любой другой момент, нежели тот, который предшествовал вашему оплодотворению, если бы сам момент оплодотворения произошел в другую секунду, в яйцеклетку вашей матери попал бы другой сперматозоид, и родились бы уже не вы, а другой человек. А именно так бы и произошло, если бы события в мире развивались по другому сценарию из-за изменений в прошлом. Даже если каким-то чудом ваши родители в таком мире все равно познакомились бы, то при других обстоятельствах, их отношения протекали бы немного по-другому и в других местах, и секс бы у них происходил в другие моменты, нежели чем в нынешней реальности. Короче, любое изменение в прошлом до вашего зачатия с огромной вероятностью ведет к тому, что вы просто не родились. Подводя итог данного мысленного эксперимента, можно понять, что если бы временная линия была единой во всех отрезках времени, и действия путешественников в прошлом меняли бы события в настоящем, происходил бы форменный хаос, в котором вы либо бы вообще не родились, либо внезапно бы оказывались в совершенно других условиях, с другой жизнью, памятью и всем остальным. Но это невозможно представить с точки зрения нашего сознания, когда мы уже существуем и осознаем себя в той реальности, которую мы знаем. Невозможно представить, чтобы наше осознание себя в данной конкретной реальности оборвалось так, будто нас и всей этой реальности никогда не существовало. Но в итоге, почему же все-таки при путешествии в прошлое должна возникать параллельная вселенная, не связанная с той, из которой путешественник отправляется? Смотрите, в наших абстракциях, которые мы рассматриваем, например, фантастическое произведение, машина времени уже построена и известно, что она работает, то есть выполняет свою задачу отправлять в прошлое. Вот путешественник во времени отправляется в прошлое, и все вокруг видят, как он зашел в устройство и исчез из этого мира, из этого времени. Исчез и исчез. Вокруг до сих пор ничего не поменялось, мир не погрузился в хаос, а значит принцип единой временной линии, как мы уже разобрали, действительно не работает. Но ведь этот путешественник во времени все же куда-то попал? Ведь в условиях нашей абстракции машина времени работает и отправляет именно в прошлое. Соответственно, путешественник во времени сейчас действительно сидит в прошлом своего мира, видит перед собой события именно той исторической эпохи, куда отправлялся. А раз он отправился в прошлое, но при этом изменения, которые он вносит в него своим присутствием, совершенно никак не влияют на будущее той вселенной, из которой он отправился на машине времени, то в нашей задаче неизбежно появляется новая переменная, альтернативная вселенная, создающаяся при любом перемещении в прошлое, в которую попадает путешественник, и который больше никогда не вернется в свою родную вселенную, так как даже если он вновь включит машину времени, чтобы отправиться в будущее, то он попадет в будущее уже этой новой альтернативной вселенной, а не своей родной. Здесь он может творить что угодно, убить своих родителей, убить самого себя, хоть взорвать планету звездой смерти. Это уже другая вселенная, изменения в которой никак не затрагивают вселенную, из которой он прибыл. В его родной вселенной он просто навсегда исчезнет после момента отправки в прошлое, и мир продолжит существовать дальше, как ни в чем не бывало. Таким образом, действия Скайнет во франшизе Терминатор не имеют никакого смысла. Ведь отправленный в прошлое Терминатор, даже убив Сару Коннор или Джона Коннора, предотвратит успешное восстание уже в альтернативной реальности. На реальность будущего, из которого он прибыл, это никак не повлияет. Там уже есть живой Джон Коннор, который успешно нагибает кибернетические железяки. А Скайнету, как вы понимаете, ни жарко, ни холодно от того, что в альтернативной вселенной альтернативный Скайнет подавил восстание в зародыши и окончательно истребил живое население планеты. У этого Скайнета нет с той реальностью никакой связи, конкретно ему жопа, здесь и сейчас. Ну, это, конечно, если бы сценаристы, и в частности Кэмерон, в те далекие года знали бы и правильно понимали концепцию, которую я только что описал. Дело в том, что иные от описанной мной концепции варианты путешествий в прошлое не страшны, разнообразие в сюжетах это всегда хорошо, даже если не очень логично. Однако в таком случае следует грамотно продумать законы введенной тобой концепции и впоследствии их не нарушать и не путаться в них самому. А с этим, как по мне, у Терминатора, да и у многих других, есть трудности. Ну, то есть довольно часто, когда сценаристы прибегают к сюжетам с перемещениями во времени, они не до конца понимают суть выбранной ими концепции. Например, в случаях, когда в законах вымышленной вселенной временная линия одна и кто-то, будь то человек или искусственный интеллект, отправляют кого-то в прошлое, дабы изменить настоящее. По мнению именно сценаристов, мотивация великого комбинатора такова, что действия в прошлом точечно повлияют на окружающий мир в его времени, а в остальном весь мир почему-то останется неизменным. Ну, например, убили Джона Коннора в прошлом, и на глазах Скайнетта в будущем взрослый Джон Коннор внезапно испарился, и теперь либо боевой дух и соображалка у мятежников пропала, и они больше не могут сражаться без лидера, либо исчезнет Джон Коннор со всеми мятежниками вместе. Но почему-то все остальное положение объектов в мире никак не меняется, и Скайнетт, потирая свои микросхемы, злобно хихикает, какой он молодец, как все круто провернул, наплевав на парадоксы, вследствие которых раз восстания не было, то и он не должен был никого в прошлое отправлять, а он отправлял, и все в этом духе. Это, кстати, тоже один из основных аргументов в пользу концепции альтернативной вселенной в противовес дырявой идеи с единой временной линией. В случае последней зачастую происходит парадокс причина следственных связей, так как изменения в прошлом, скорее всего, приведут к тому, что машину времени вовсе не изобретали, или именно того человека в прошлое не отправляли, так как он изменил прошлое так, что в будущем у создателей машины времени или у самого путешественника времени и мотивации не было бы отправляться в прошлое. Ну, на этом у меня все. Все моменты, связанные с концепцией альтернативной реальности, я обсосал, и даже местами подробнее, чем это нужно. Про путешествия во времени и связанные с ними проблемы, конечно, можно еще много рассуждать и рассказывать, но не в рамках конкретно темы данного ролика. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ash King, до новых встреч!